Поехали. Для интервью я хотел бы вспомнить одну пословицу, которая говорит о том, что гуртом и батька бить легче. Эта пословица характеризует тот ход событий и те мероприятия, которые были сделаны в Николаеве совместными усилиями правоохранительных органов, но в первую очередь общественности, которые представляют Юрий Юрин, общественное движение «Родители против наркотиков». И ряд общественных организаций, в том числе Александр Балтианский, который представляет партию «Сильная Украина»? Нет, это «Сильная Украина» – это партия «Тигипка». Партия «Тигипка» – «Сильная Украина». Мероприятия были направлены на предупреждение распространения в городе Николаеве курительных смесей, которые на определенном этапе были признаны наркотическими веществами в России, запрещены там для реализации. Естественно, этот поток весь охлымал и в Украину, в том числе и в наш город. И вот вышеперечисленные организации и люди, о которых я сказал, собравшись воедино, скажем так, в один кулак, выступили против реализации данной продукции на территории Николаева и области. Ну, в том числе, если говорить об управлении, мы тоже принимали скромное участие один раз совместно. Мне очень понравилось, знаете что, мне очень понравилось, что вы в этом с Сашей анализировали, что вы у вас дольше пробовали, чем вы там закрывали. Готовили кучу документов. Подготовительные. Ну, в данной ситуации мы являемся… А что это были? Расскажите. Мы же являемся госчиновниками. Каждая процедура облечена в рамки законодательных процессов. То есть, для того, чтобы выйти для проведения проверки, необходимо заявление, необходимо сейчас еще разрешение вышестоящей организации. Но мы этого не делали, потому что мы мониторили, так сказать, ситуацию. То есть, мы не составляли никаких документов. Я имею в виду шум актов. То есть, мы написали просто документ о проведении проверки. Но в данной ситуации, скажем, важный и главный результат. Потому что девушка ваша зашла, она посмотрела, а у них ничего нет. А что ты, говорит, вообще проверять? Когда рассказали о том, что торговлю осуществляла вообще не гражданка Украины, а гражданка России, когда проверили документы у нее. То есть, понятно это было, что это действительно подпольная торговля, которая направлена, к сожалению, на отрицательное воздействие на наше молодое поколение. И просто, когда мы анализировали эту ситуацию, вместе с вами в том числе, то есть, сколько людей за те небольшие промежутки времени, которые были в магазинах, сколько детей пришло и приобрело эти смеси. Здесь, я думаю, наверное, в первую очередь нужно все-таки более жестко и оперативно реагировать нашему законодателю. Я просто почему говорю, что я смотрю, наверное, вы, наверное, следите за развитием ситуации в России. То есть, появилось это решение Госдумы о переводе данного вещества в разряд наркотических. Значит, сейчас, кстати, последнее, то же самое, какие-то жидкости, я тоже слышал буквально недавно, что то же самое, да, кстати, тоже в России началось распространение каких-то жидкостей, которые носили характер, как сделало заключение Минздрав России, сделал заключение. И то же самое, кстати, принято решение Госдумы о запрете реализации этих жидкостей в России. Так что эта волна, ну, я не знаю, я пока не могу сказать, так что эта волна может, кстати, закатиться. А что вот эти, Валерий Владимирович, проконсультируйте меня, вот эти вот энергетики, напитки вот эти. Вы их когда-то проверяли? Что там у них за смесь такая? Безалкогольные, там пишут. Вы иметь в виду те, что приобретают водители для пополнения энергетических сил? Да, да, ну не только водители, водители, ладно, боксируют водители, малолетки же их покупают. Ну, я бы не сказал, что там сильное. Что-то за... Ну, вы их проверяли когда-нибудь, нет? Ну, нет, состав их не проверяли. Если говорить о документах, которые подтверждают там качество и безопасность, то все это мы смотрели, да, то есть сертификаты, это сертифицированная продукция. Вот. Ну, дело в том, что каждый напиток себе несет определенную энергетику. То есть здесь говорить о полезности его или вредности, ну, в данной ситуации я некомпетентен, потому что это нужна соответствующая экспертиза, чтобы была проведена. Вот. Ну, а вообще, если говорить, ну, больше и дальше, если мы уже начали говорить о молодом поколении, и на это, то здесь мы, может быть, то же самое подумаем и совместно дальше продолжим ту же проверку и по детскому питанию, по которому тоже очень много на сегодняшний день вопросов вот есть. А мы зачем? Вы сами там... Там-то вы как бы... А чего вы туда не пошли? Они же торговали, оказывается, целый месяц. Где? Кто? Ну, или вы просто как не успеваете? Да нет, ну, 14 человек на область, извините меня. И здесь же, если бы у нас только была торговля, а здесь же все услуги, включая жилищно-коммунальные, торговля промышленная, продовольственная... Курение. Меня еще интересует курение. Вот это вот как бы я хочу разобраться. Вот. У вас есть специалист, который непосредственно... Вы сами курите, кстати? Бывает. Редко. Редко, да. Ну, вот я тоже курю редко, да. Меня вот с курением интересует. Вот какие новшества? Ну, самое первое новшество, вы, наверное, увидели, что запрещена внешняя реклама табачных и алкогольных напитков. То есть разрешена реклама только в специализированных изданиях, как и алкоголя, так и табака. То есть это уже, в принципе, определенный шаг вперед. Вот если говорить об алкоголе и о пиве, то есть здесь, наверное, и нам, и вам очень много предстоит, особенно вам, как представителям, ну, может, скажем, громады и общественности, вести разговор о рекламе на телевидении, потому что это, конечно, ужас. То есть мы сражаемся... Ну, никаких уже нет. То есть здесь вот это то же самое, то есть это должен быть второй шаг. Я думаю, что он будет. Там на уровне Киева, по-моему, что-то пишут. Да, ну, идет дополнение, изменение к законной рекламе. Они постоянно находятся в движении, потому что... Я имею в виду вот в заведениях, в ресторанах сейчас половина там должна быть. Значит, идет в обязательном порядке в предприятиях ресторанного хозяйства, значит, должны быть альтернативные залы, то есть зал, значит, для курящих, значит, и зал, где курить запрещено. Об этом обязательном порядке должна быть информация в этом заведении, значит, то есть в самом зале, что в данном зале, значит, курение запрещено, вот, и чтобы посетители знали, то у нас такие жалобы иногда бывают, когда люди приходят, садятся... А если вы курят в административных зданиях, вот в этих случаях? Это все нарушение. Кому? Кто платит за нарушение? Тот, который курит, или руководитель здания? Начиная от курильщика и заканчивая руководителем. Но это, опять же, вопрос фиксации. Я хочу сделать официальное заявление, можно, для прессы. Я знаю одно здание... Где курят? Где курят? И знаете даже адрес. Железно знаю адрес. Адмиральская 20. Здание Горисковка. Ну, если отведено... Буфет. Сессия. Депутаты. Ну, не многие, не все. Вот уже просто остался пяток этих депутатов. Я их предупреждаю уже год. Год предупреждаю. Прекратите курить на сессии. И фотовыставку им вожу. И пугаю их, говорю, завтра придут пожарные. И уже оркестр им там устраивал, духовой оркестр играл. И похоронный марш. Ну, курсант, курсант. Ну, никак. Не, ну, я так думаю, что вы сказали, назвали цифру пять человек. Если взять весь депутатский корпус, то пять человек, это, наверное... Так они же основному депутатскому корпусу... Несколько жить не дают. Они жить не дают. Все же люди культурные, они как-то обходят их стороной. Фамилии я могу назвать даже фамилию этих депутатов. Для этого есть перчатки. Как? В смысле перчатки? Боксерские. Не, ну, а в правовом поле как-то можно или нет? Не, ну, естественно. В данной ситуации, если они курят в заведении, в кафе, то есть, ясное дело, там запрещено курение. В первую очередь, конечно, пострадает руководитель данного заведения. Руководитель чайка пострадает? Ну, не чайка, кафе же не чайка. Ну, там не кафе. Кафе же не чайка. Там даже не кафе, там такое непонятно. Как холл получается? А, в холле что они курят? Получается, Дмитриевич пострадает? Я забираю свое заведение обратно, но вам не заметка. Не, ну, он не общий, в принципе, вы с ним обсуждали эту тему. Владимир Владимирович, а как вы хотите бороться с детским курением? Ну, детским, там, подростковым курением, пьясом, когда у вас в горосполкоме курят прямо в здании? Не, ну, понятное дело. Ну, дело в том, что если говорить о культуре всего, курение, питья, о всех видах культуры, то ее нужно растить. И я так думаю, что у нас культура питья и курения находится на зачаточной стадии.